Здравствуйте, друзья! Сегодня 12 декабря. Я живу в Беларуси. У нас после морозов дожди несколько дней, оттепель. И вот я несколько дней назад, когда у нас были морозы, получила долгожданный и то пион Бардзелла. Когда морозы, думала, куда же всё-таки его деть, как мне его сохранить до весны. Но у нас земля копается. И я знаю, что не я одна такая. Девочки, где мы покупаем в группах, получают помного пионов. И вот поздно, в начале, в середине декабря, получается, думала-думала, я решила его посадить. Посмотрите, вот такой хороший корень. Пять тут почек. Земля у нас довольно хорошо копается. Мне не приходилось ничего тут не отмачивать. Ничего. Выкопала яму не очень глубокую. Не очень глубокую. Перемешала, посмотрите, с золой. Удобрения никакого пока не удобряла. Я думаю, что весной канавку пророю и этим суперфосфатом просыплю. Вот вокруг вот так. Утрамбовала. Землю перемешала с золой. Все вот тут хорошо, очень утрамбовала, чтобы мой корешок не осел низко. Потому что почки должны быть для цветения пионов. Почки должны быть на уровне 3-5 сантиметра. Видите, вот так. Лежа лучше, конечно, и топион. Вот в таком виде я его буду сажать. Ну, конечно, раз сегодня уже 12 декабря. Морозы не за горами. Что буду делать? Это место, чтобы не сразу промерзла земля вверху. Замульчирую. Засыплю вот дубовыми листьями. И просто укрою каким-то конусом, чтобы мои собаки тут не топтались ничего. В общем, так аккуратно сейчас положу. Во-первых, снимаю еще для себя. Посмотрим, вот как будет такая поздняя посадка, как весной выйдет мой вот это ито пион. Это ито пион Борзелла. Видно. Ой, хочу вам показать. Видите, розы укрыты, розы под укрытиями. Тут у меня Леонардо да Винчи, Мона Лиза. А Борзеллу хочу посадить. Вот тут у меня метельчатая гортензия диамантина будет на штамбике. И вот возле нее хочу видеть этот ито пион. Видите, вот так уложила, чтобы уровень был не ниже, чем 3 сантиметра. Закопаю. Засыплю этими листьями, чтобы не замерзали. Ну и будем ждать весны. Сейчас сделаю и покажу вам. Посмотрите, закопала свой пион. Листьями дубовыми засыпала слой, наверное, сантиметров 10. И просто овощной ящик, чтобы ветер не раздул эти листья. Я думаю, что вот под этим слоем не так быстро промерзнет земля. Под слоем листьев. Накрывать ничем сверху никаким укрывным не буду, чтобы влага туда проходила. Но не так быстро промерзла земля. Если бы я все сажала, это, естественно, пионы не нуждаются в укрытии. Но сегодня, раз уже 12 декабря, конечно, это уже все сроки прошли. Но лучше его посадить в землю, чем передерживать в холодильнике до весны. Ну, весной посмотрим, что у меня получится с таким экспериментом. А всем девочкам, которые сажают сейчас пионы, еще даже некоторые еще ждут у нас в Белоруссии с этих совместных закупок. Удачных вам посадок и хорошей зимовки. И ждем наших питомцев, что они проснутся весной и порадуют первыми не цветами, но хотя бы ростками. До свидания.